Начнем из событий, которые связаны с решением партии «Единая Россия». Они выдвинули президента Владимира Путина на переизбрание, как оно формально называется. Но что интересно, что в составе группы, которая это сделала, нашлось место для Владимира Жоги. Известный террорист, который участвовал в событиях «Русской весны» на Донбассе и был соучастником преступлений небезызвестного также покойного Моторолы. Я напомню, что Путин официально начал новую предвыборную гонку с имитацией, с такой своеобразной сценки с участием Владимира Жоги, в которой тот совершенно неожиданно попросил Путина переизбраться на новый срок, и Путин не смог ему отказать. Как вы считаете, на что указывает тот факт, что человек с такой биографией, как биография Владимира Жоги, оказался в центре процессов, связанных с запуском избирательной кампании Путина? А на какой эффект рассчитывают кремлевские технологи? Ну, это для нас он с вами террорист, а для Путина он герой. И поэтому нужна была какая-то картинка, когда военные, ведущие сражения за Россию, за ее свободу и независимость, за наведение нормального порядка и так далее, или вот какие-то военные в этих бирюльках, орденах и медалях, просят Путина, отец родной, не покидай нас, выдвигайся на срок очередной, а мы тебя уж там поддержим. Это была такая военная тематика, то есть страна в осаде, осажденная крепость, кругом кровавая, так сказать, злобная НАТО, и тут мы одни на острые свободы и стабильности. Что касается связки Путина с террористами, тут, собственно говоря, а что тут нового-то? Что тут нового? Что там хамасник ему не приезжает, как себе домой? Иранские отморозки к нему не ездят? Сам он не летает, сам, так сказать, реакционный режим мира, что там в Среднюю Азию, что на Ближний Восток, посмотрите. И во все визиты они идут в страны, которые, в общем-то, язык не повернет назвать цивилизованными. Поэтому тут, собственно говоря, все то, что происходит. Просто картинка такая вот, типа военная. Ну, правда, фамилия у него, конечно, подкачала. Поэтому известная, так сказать, шутка интернета. Путин решил выдвинуться через жогу. Вы это анекдот наверняка знаете, просто не знаете, откуда он взялся. Знаете, откуда этот анекдот пришел к нам в язык? Какой вы имеете в виду анекдот? Ну, вот все через жогу в России делается. Нет, вот от вас услышал. Нет, что вы, это же популярнейшее выражение в России. Это был старый анекдот советский, когда там на Конгрессе медиков, там медики с разных стран рассказывают о чудесах, как они могут делать операции и так далее, и тому подобное. Какие там проводят лечения. На нашем-то надо что-то сказать. Ну, и вот он и говорит, наш представитель. Вы знаете, говорит, а мы гланды научились удалять через эту жогу. Говорит, да, круто вообще. Гланды, вот. А, говорит, а почему? Говорит, вы знаете, а мы вообще все делаем через вот эту жогу. Ну, и вот этот анекдот, он пришелся в народе. Да, вторая жизнь. Путин через эту жогу и выдвинулся в президенты в очередной раз. Мы продолжаем, Геннадий, мы продолжаем, в частности, я думаю, по инерции использовать политическую терминологию, потому что вот те процессы, которые происходят в связи с выдвижением Владимира Путина в кандидаты на должность президента Российской Федерации, тяжело назвать какими-то политическими процессами. Это больше похоже на какие-то уже религиозные обряды, потому что все понимают, что никакой конкуренции, никаких выборов на самом деле не будет. Тем не менее, Путин все равно пытается следовать вот этим псевдо-каким-то демократическим нормам, пытаясь легитимизировать свою власть как власть, полученную вследствие демократических процессов в авторитарном государстве. Что за шизофрения? Зачем ему это нужно? Ну, каждый по-своему с ума сходит. У Путина есть этот пунктик. Любая гадость должна быть прикрыта какой-то бумажкой. Я не знаю, может, у него комплекс в детстве выработался какой-то, может, у него там, знаете, как бывает, что-то там неприятное было, а бумажку он вовремя не прикрыл. Вот, и поэтому вот у него это такой пунктик, у него такая особенность восприятия действительности. Любое преступление должно быть прикрыто бумажкой. И он этому принципу следует. Тут, скорее всего, надо искать вопросы, ответы в психиатрии и психологии, чем в здравом смысле. А вы думаете, он психически больной? А вы думаете, что он психически здоровый? В смысле болезней психических, я думаю, ну, сомнительно, что он болен. А то, что он маньяк, который лишен сочувствия и вообще человеколюбия, это очевидный факт. Ну, мы же с вами не можем считать маньяка здоровым человеком. Мы, в общем-то, дали ответ. Конечно, он маньяк. Конечно, у него перекошенная, так сказать, совершенно отмороженная картина мира. Конечно, он воспринимает мир совершенно иной. Конечно, у него абсолютно отсутствуют человеческие качества. В этом случае, конечно, он неадекватен. Он неадекватен. Ну, как вот можно было подумать, что он серьезно захватит страну за три дня и поменяет там правительство? Это 40-миллионную страну с огромной территорией. Не знаю. Ну, я все время считал, с первой секунды, что все, что он совершил, я имею в виду, начал эту войну, это была его фатальная ошибка, которая кончится все равно его поражением. Все равно кончится его поражением. Поэтому, не знаю, я не считаю его нормальным. Я не считаю Путина нормальным, в том числе психически. Официальная пропаганда рисует заоблачные рейтинги Владимира Путина перед этим голосованием, которое будет в марте и, в принципе, в течение последних уже очень многих лет. Но как вы считаете, насколько он реально популярен сегодня в России среди так называемых глубинных россиян? И на какие факты вы опираетесь, когда выносите свое суждение? Ну, активное ядро поддержки войны, это главная сегодня политика Путина. Оно сокращается, и сейчас оно где-то в районе 20-23 процентов. Реально активная поддержка. Все остальные поддерживают по инерции, либо со страхом. Никаких там заоблачных рейтингов у него нет и в помине. И рейтинг продолжает медленно, медленно сползать все равно. Потому что ожидание развязки не приводит к никаким событиям. То есть, основное настроение в России, это что-то, все-таки война должна как-то закончиться, и что-то будет другое. Она не кончается, не кончается, ничего другого нет. Поэтому все это вызывает, так сказать, заметные изменения в общественном сознании, в общественном пространстве. Поэтому я думаю, что это все будет нарастать, никакого глушительного рейтинга нет и быть не может. Но это не имеет значения никакого к той процедуре, которую почему-то в России называют выборами. Это процедура фальсификации, подтасовок, процедура деланных картинок на телевизоре и так далее. То есть, понятно, что какой результат будет приказано нарисовать, такой и нарисуй. Но на всякий случай, на выборы, конечно, никого не пустят. Даже не потому, что там это остановит фальсификацию. Это не остановит фальсификацию. Вон Лукашенко себе приписал 80% голосов и ничего. Как говорится, бумага все стерпела. 80% голосов приписал себе. Поэтому тут что можно сказать. Он просто боится негативного восприятия своей фигуры на фоне более успешных и молодых демократических кандидатов. Никого там, конечно, не допустим. Там будет Зюганов, там будет вот этот клоун из ЛДПР. И какой-нибудь, наверное, абсолютно лояльный, послушный ноунейм из каких-нибудь условных новых людей. Вот и будет там 3-4 кандидата, и на этом все будет ограничено. Никого там не допустят. Даже мало-мальски прилично выглядят еще. Ну, потому что это слишком опасно. А что касается процентов, я понимаю, что я уже такой матерый, долго в политике. Что я еще помню вот эти 146% участия в голосовании на экранах телевизоров российских. При Чурове. Вы наверняка эту цифру не помните, а мы-то ее хорошо очень помним. Когда на полном серьезе количество проголосавших, проголосавших избирателей было 146%. Что любые цифры могут быть нарисованы. Даже не сомневайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...